Кто сюда зашел только по строительной тематике, кстати, в шапке профиля уже давно написано «Строю жизнь своими руками», но тем не менее, мы сейчас заходим в сауну и начинаем ее отделывать. Это гипсокартон, это стены, потолки, полы, все будем делать. Подготовлюсь и начну. А пока не подготовился и не начал, занимаюсь творчеством, показываю вам свои идейки и мысли. Вот так. Мы сделали уже три ролика по тематике «Люксталь 8М», так как я вкинулся в эту тему по аппарату и меня попросили рассказать досконально, как что делать, потому что очень многие хотят заниматься творчеством, но не знают, куда и что смотреть, с чего начинать. Именно для таких ребят с самого начала до самого конца хочу рассказать всю историю, вот и все. Сегодня у нас вторая перегонка, первая была буквально вот недавно, мы забирали из браги, из той, которую в подвале, помните, я оставил в грязной фляге, как мне написали. После браги мы перегнали это все в средств, на максимальной скорости, очень быстро сделали отбор. Там были ошибки, посмотрите, пожалуйста, чтобы их не допустить. Я все рассказал прям поэтапно. Кстати, это было вот в такой сборке, сегодня мы сборочку переделаем под колонны, сегодня аппарат у нас будет до неба. Изменения, которые внес я в конструкцию моего аппарата, я добавил сетки на царге, чтобы сложить туда СПН. Изначально заводом-производителем планировалось, что я туда ставлю РПН-ку, сетка Патченкова, по-моему, называется, она такая сворачивается, как мочалка. Вот, но тем самым мы теряем тогда много полезной площади. Посчитав количество СПН-а, которые мне прислали в комплекте, я понял, что зачем я буду РПН-ку туда пихать, если я куплю сетки, у меня больше СПН-а войдет. Ну, в общем, я был прав. Дальше я поменял на аппарате простую стандартную вилку вот на такую, у меня и автоклав под такой вилкой, и также подключается на две фазы предыдущие аппараты, пивоварня, все будет подключаться у меня в одно место, так удобнее. Почему выбрал такое решение? Посмотрите, вот тепловизор, показываю вам, что по стене у меня, какой нагрев был внутри системы. Хотя в стене проложен 2,5 квадрата, все скрутки у меня, спайки из СИЗы затянуты отлично на пакетах, поэтому волноваться не за что. Но все-таки, чтобы дольше проэксплуатировать электрическую линию моего дома, я решил сделать грамотно. То есть вот в этой плите у меня адрес идет сразу до щитка, от нее к щитку без каких-либо разрывов, поэтому я подумал, что будет классно, что я подцеплюсь туда же, и вот эта розетка у меня решает все эти проблемы. То есть я просто вот так беру, здесь ее втыкаю, и у меня все работает. Прикольно, камера не видит цифры, а здесь видит разное табло, а вот здесь не видит. Ну ладно, сейчас я быстро собираю, значит, колонну уже по этому типу, по-новому, варить будем на полу, потому что высота будет дикая, в потолок не войдет в таком виде. Чтобы вы понимали, в прошлом выпуске мы сделали две бадьейки вот такие, но там была ошибка, и у меня получилось, что спиртуозность на одной бадье нормальная, 43%, а на второй аж десятка, потому что вот это уже можно было не качать, это уже была лишняя вода, ну лишняя жидкость. Так как мы это сделали, сегодня все вместе соединим и получим нормальные, ну, короче, это можно было сделать, это правильно, но просто я потерял лишнего времени, там, 3-4 часа. Поэтому, наверное, мой опыт по скорости отбора, он был не совсем компетентный, ну, по сравнению с другими аппаратами, я же хотел сравнить, но не получилось. Поэтому в следующем видосе как-нибудь я постараюсь вам рассказать по настоящим цифрам, сколько времени на что уходит. Это из первого видео, про первый отбор. Все, поехали, собираем, смотрите, я буду показывать вам в ускоренной съемке. Общая спиртуозность продукта получилась 26. Сейчас по калькулятору я замерю, сколько у нас будет забор голов, сколько хвостов и так далее. Расширитель бака оказался не нужен, потому что все вошло в основной бак, сейчас я его уберу. Так, пока производим сборку, я включаю уже нагрев для того, чтобы процесс шел, потому что полчаса нам ждать в любом случае на нагрев до 65 градусов, прежде чем включаем уже холодильник на воду. По подключению, смотрите, сюда у нас, понятно, силикон уходит на банку, вода подключается всегда к нижнему штуцеру, и кто бы мне не говорил, что к верхнему, это глупо, друзья, всегда к нижнему, знаете, снизу вверх вода поднимается в таком аппарате. Потом из доохладителя она идет в дефлегматор или по-другому в холодильник, и уже из холодильника это идет на сброс. На сброс либо в раковину, либо, как у меня, система построена вот из таких замечательных трубок на улицу. Вот я там что-то наворотил, чтобы текла, и она вот утекает, и прямо в каналыгу попадает он туда. Канализация, которая еще не работает, это у нас душевая от бани потом будет. Теперь мы ждем нагрева. Включился я где-то в 35 минут, сейчас уже 53 минуты, ориентируемся, через полчаса должно заработать. Но самый правильный ориентир у нас через термометр. Вот, 44. Короче, в 65 мы должны будем включить воду на постоянку. Вот и все, друзья, то есть это самый простой забор. На канале у меня есть выпуск, как я забирал через систему дефлегмации плюс холодильник. Это система для домов с постоянным напором воды. Не очень хороший вариант для частных домов, а я думаю, что меня смотрят самостройщики, которые имеют как раз частные дома. Поэтому вот вариант с доохладителем самое то. Что мы сейчас должны сделать предварительно? Это закрыть доохладитель на максимум. Теперь я вам расскажу очень быстро сам принцип работы самогонного аппарата. В прошлый раз мы из браги забрали все, что нам необходимо. Но это не чистый продукт, это по сути первак. Пить ее, конечно же, не рекомендую, не стоит и не вздумайте. Теперь нам нужно забрать из нее только то, что нам нужно тело. Тело, по сути, это этиловый спирт. Но кроме тела в этом кубе у нас есть метиловый, ацетон, муравийная кислота и очень много других спиртов, которые находятся в периодической таблице Дмитрия Ивановича Менделеева. Они нам не нужны, мы их выбрасываем. Но, как вы понимаете, просто так забрать их невозможно. Для того, чтобы их отделить, и существует ретификационная колонна. С помощью ее мы создаем искусственный тепломассобмен. Каким образом? Сейчас, когда куб нагреется, он начнет выдавать температуру, и все пары начнут подниматься. Но мы, закрыв игольчатый экран на доохладителе, то есть мы, по сути, ничего не забираем сейчас в кувшин, мы даем 20 минут примерно нашей колонне поработать на себя. То есть поднимающиеся спирты будут встречаться с охладителем. В этот момент они будут кондицироваться вот на этих игольчатых основаниях и падать вниз. Пары снизу спиртовые будут подниматься, и вот этот тепломассобмен будет происходить у нас 20 минут. Что он даст? Он даст возможность выстроить спирты по своей номинальной таблице. То есть это головы, это легко испаряемые спирты, то есть, например, цитон, всякая дрянь. Мы их заберем, потом мы будем забирать тело. Это уже этиловый спирт, то, что нам нужно. И в конце у нас пойдут хвосты, которые тоже либо мы забираем, либо выбрасываем. То, что головы, это реально просто откровенный яд. Как понять, сколько забирать, это уж другой вопрос, но это очень легко делается на творческом калькуляторе Винокура. После чего тепломассобмен, вы увидите, тут прям дождь будет идти, тут будет все течь туда-сюда, все будет вращаться, будет красиво. После этого мы открываем игольчатый кран буквально на немножечко, на капельку, и смотрим, как у нас происходит само движение. Мы должны будем забирать в течение, ну, примерно полутора-двух часов головы. Количество, которое мы забираем, мы узнаем по калькулятору, еще раз говорю, мы это сейчас посмотрим. Если работаешь через систему дефлегмации, там нужно было постоянно ловить температуру, напор воды и так далее. Здесь же ничего этого не нужно. Вода идет потихонечку, главное, чтобы ничего не закипело, чтобы холодильник работал правильно, чтобы понимать, как он работает, друзья, все элементарно просто. Сливая воду в раковину, вы выставляете вот здесь термометр в стаканчик и смотрите, чтобы было не больше сорока градусов. Самый оптимальный вариант. И если больше сорока, прибавляете воды и все, или убавляете термометр. Это нужно самим вам уже определить. Еще нюанс, который вы должны знать. Если вы регулируете игольчатым краном, после каждого движения вы должны дать время на инерцию. Что такое инерция? Это тот момент, когда аппарат уже понял, что произошло изменение и начал потихонечку видоизменяться. Но этот процесс обычно происходит 30-40 секунд. Если другими словами иными и очень простыми, то это время, когда по шланчику этот процесс среагировал. То есть до момента, когда до охладителя изменился какой-то параметр, это должно протечь и вы должны это визуально увидеть, например, на попугае. Это и есть инерция. Ей не надо пренебрегать. А то бывает крутишь, крутишь, много пошло. Крутишь назад, мало пошло. На самом деле все просто. Дает инерцию. И так далее. Так, 58 градусов, через 10 градусов мы уже будем включать на постоянку воду и начинать отбор голов. Теперь проверяем, сколько нам чего нужно забрать. Это делается элементарно, через калькулятор. Сейчас покажу. Приложение называется Alka-калькулятор. Здесь мы выбираем дробную перегонку. Спирт-сырец в литрах у нас 37, потому что полностью. Крепость сердца у нас, помните, было 26. Крепость тела на выходе, которую мы хотим получить, 96,6. Вот, рассчитать. И мы получаем объем голов 960 граммов, ну почти литр. 7 литров тела и объем хвостов 1,4 литра. Вот, можете хвосты забирать, можете их выбросить, это ваше дело. Теперь мы это сохраняем на сегодняшние данные и начинаем работу. Мы готовили из браги спирт-сырец и саму брагу даже. Я брал какой-то сахар, мне он еще не понравился, потому что он какой-то черный, темный. В нем много включений разных. И как я, пообщавшись с вами зрителями в комментариях, понял, что качество браги очень влияет на конечный продукт. Имеется в виду по количеству собранных процессов. И вот сейчас, посмотрев на алкокалькулятор, я понимаю, что на такое количество собрать так мало, ну реально мало. Пока вывод один напрашивается, это в сахаре. Потому что, когда я его еще купил, я сразу понял, что что-то с ним не то. Дальше мы будем узнавать, я буду поправки свои включать в видос, потому что монтирую я уже после этого изготовления, конечно. Поэтому вам я дам уже самую главную ценную информацию. Готовимся к приему спиртов. Диоптер пока пустой, вообще никаких реакций. Но скоро начнется нечто. Я вам это покажу, друзья. Здесь будет просто орошение максимальное. Сейчас все увидите. В колонне 25,2. Воду я уже включил, холодильник холодный. Все как надо. В общем, ждем к приему гостей. Кстати, по времени от 3,5 кВт подачи куб нагревался у нас ровно 32 минуты. Это просто на будущее мне самому. О, пошла, пошла, пошла. Все, началось орошение. И теперь, друзья, смотрите, если я сейчас это не остановлю, то есть не убавлю температуру в кубе, то у меня начнется сейчас захлеб колонны. Давайте я подготовлюсь к отключению. Приготовлюсь делать ее поменьше. Как только вы увидите захлеб, я хочу вам просто его показать. Видите, орошение пошло. Оно такое классное, приятное. Сейчас начнется захлеб, и я в этот момент уменьшу температуру. Да, наверное, братцы, в трехдюймовой царге мы, наверное, с вами не увидим захлеба, потому что здесь он не происходит. Это в двушках они бывают. В трешках, наверное, тяжело его получить. В общем, я делаю температуру теперь поменьше. И мы сейчас делаем тепломассообмен. Холодильник теплый, хороший, работает классно. Я его, правда, включил на максималку, чтобы его уменьшить. Мне нужно уменьшить температуру в системе. В общем, захлеба колонны в трехдюймовых царгах, наверное, не происходит. Я так думаю. Но вы напишите в комментариях, если что-то знаете. Уменьшаю до 60. Давайте сделаем 60. Все, холодильник нормализовывается, охлаждается. Орошение колонны идет отличное. Захлеба не предвидится. Так 20 минут сейчас будем делать тепломассообмен. И потом включаем на забор голов. Воду можно теперь уменьшить чуть-чуть. Что я сделал, не знаю, посоветуйте, как делаете вы. Но вот этот визуал, он мне удобен, чтобы видеть, сколько воды уходит. Люди, живущие в городских квартирах, скорее всего, сливают в раковину и не сильно за это волнуются. Просто у нас одна машина осенизаторов тысяча рублей на 6 кубов. Как бы недешево. Поэтому я поливаю огород зимой. Все, холодоз работает. Орошение ровное. Кошак напугал. Я думал, у меня носик начал сопатить. Что пошло мимо. Это кот грызет свою еду. Так, все, хорошо. Процесс. Процесс запущен. Да, вот сейчас. То есть получилось у нас на 83 все началось. 83, 82. Теперь регулируем. Здесь 7,6,1 сейчас. Мне, как раньше говорили, всегда должно быть в царге 7,6,6. Но это опять же в 2-дюймовый. Сейчас по 3-дюймовый вообще вся история новая теперь. То есть для меня сегодня я с вами вместе изучаю первый раз 3-дюймовую царгу. Но мне нравится. Во-первых, мне нравится вот эта конструкция. Это обалдеть. У меня такого не было. Если вы видели предыдущий видос мой с диоптром, а, наверное, вы его не видели, я его, наверное, не показывал, не помню, то там орошение не такое модное. Ждем теперь до 40 минут, потому что я уже орошаюсь десятку. И включаем на забор голов. Забрать нам надо по головам литр. Поставил попугай вот такой, только для того, чтобы видеть капиллярность. Потому что капельки должны быть с определенной периодичностью. Если я поставлю попугай, который на банку, то я этого не увижу. Дальше движение. Теперь смотрите. 20 минут прошло. Мы получили тепломассообмен, который нам необходим. Открываем угольчатый кран. Открывать его надо на полуборотика. Сейчас посмотрели. Инерция. Потечет, не потечет. Пока ничего. Давайте дадим еще немножко. Капельки начали набираться, причем, по моему мнению, даже очень быстро. Поэтому мы немножечко прикрываем его. Должно быть 2-3 капли в секунду. Это уже видно вот в попугаях. Сейчас наберет вот эту полностью. И мы увидим итог уже в ведерке. Нам надо набрать литр голов яда. А яд мы используем для розжига костров, шашлыков и так далее. Его использовать никуда не надо. Ни на натирание ног, ни на ничего. Никуда. В комментариях напишите, если вдруг какие-то мысли есть по этому поводу. Моему мнению, максимально привлекательная система доохлаждения без дефлегматора. То есть не через дефлегматор, потом в холодильник, а вот именно вот так. Все очень элементарно просто. Вам не нужно мониторить все время досконально работу системы. Вы один раз выставили забор голов, поставили капиллярность необходимую. И теперь смотрите просто, когда наберется эти там 950 граммов, которые нам нужно. После чего мы чуть больше приоткрываем, чуть меньше опускаем температуру. То есть подачу электроэнергии в ТЭН. И начинаем забирать уже тело. Нужна струйка, переходящая в каплю. Струйка, капля, струйка, капля. То есть такая, знаете. И вот этим процессом вы просто поймете. Я пока, правда, не разобрался. Я пока учусь. Думаю, что если мы будем еще видосы по этой теме потом писать, то я, конечно же, расскажу вам уже экспертное мнение. Как я, например, сейчас очень легко расскажу вам про предыдущий аппарат. Я на нем все знаю. Этот же для меня пока новинка. И новинка интересная. Как минимум, что я в нем обнаружил классного? Это игольчатый кран. Это умная система подключения. Простая, элементарная. Силикон в комплекте. Это очень круто. Мощнейший холодильник. Нравится. Кстати, еще из советов, которые получил от вас, друзья, зрители, и мои соседи замечательные, ребята, с кем я общаюсь постоянно, утеплите куб. Я тоже сделаю видос по этой теме, как его утеплить правильно. Утеплить куб и вот этот дополнительный бак тоже утепляется. Все просто покажу как. Чуть попозже. Вот. У нас уже набирается потихонечку попугайчик. Да, друзья, по той теме, где мне писали про брагу, что она грязная фляга у тебя и так далее. Фляга на самом деле не грязная была. Фляга была от медовухи. Остались какие-то элементы. В свое оправдание, что скажу. Друзья, мы делаем дистиллят. То есть, даже если мы сейчас туда песка насыпем, он не попадет в продукт, потому что дистиллируется пар. Понимаете? Все окиси, все мусор, все это все сядет на дно посуды. Ну, я думаю, вы это знаете. Кто это пишет? Ну, пишут и пишут. Ребята, надо что-то писать. 98. Голова. С телом пока непонятно, мы пока не знаем, но голова 98. Это нормально? По-моему, так делают только колонны на заводах. Обалдеть. Ну, это мы еще проверим. Я пока не знаю. Пока только первая сейчас спиртуозность забирается. Закапали. А закапали мы сильно резко, я считаю. Поэтому мы еще немножечко офф придавим. Капельку прям. Теперь ждем инерции. Инерция обычно 20 секунд. Нам нужно 2 капли в секунду ориентировочно. Примерно такой мне уже нравится подача. Да, такую и оставим. Еще прям капельку уменьшим. И все. И вот такую подачу мы и оставим. А следующее включение будет, когда какие-то интересности наберутся. Наверное, когда наберем банку яда. Потом вам включу, покажу, что идет дальше. Зачем? И как? Я надеюсь, самое главное, что вы поняли сам принцип работы колонны. Для чего нужна ретификационная колонна. И главное, почему? Чем она выше, тем лучше. Почему? Вот и вся история. Чем выше, тем больше в нее войдет порогов спиртуозности. Зачем нам надо сейчас следить? Первое. За температурой холодоса. То есть, ни в коем случае не дожидайтесь, пока у вас из свистка пойдет воздух. Самый оптимальный вариант проверять это, ну, вот таким путем, конечно, наверное, не сильно правильно. Но, тем не менее, я пока приложил, уже понимаю. То есть, 35 это еще более-менее. Если будет 40 и выше, то срочно включайте воду или уменьшайте температуру на подаче тена. В идеале, конечно, если вы мне посоветуете, друзья, какой приборчик бывает. То есть, раньше, когда я сливал в раковину, клал в токан термометр, и в него текла вода, и я видел всегда температуру на выходе. Но потом я психанул, платить за канализацию, просверлил отверстие, и у меня теперь все вот так вытекает на улицу. Ну, там это уходит уже в мою другую каналу, которая пока не используется. Это я уже говорил в самом начале ролика, ну, повторяюсь. Теперь замерить температуру я могу только вот таким путем. Конечно, силикон врет немножко, он ворует на себя какие-то градусы, но примерно я уже понимаю. Вот сейчас 34, ну, мм, 35. Головы сливаю в полторашку, но обязательно, у меня уже вся семья знает, что если на полторашке нет никакой наклейки, то пить это ни в коем случае нельзя, и открывать вообще не стоит. То это что-то папина. Поэтому мы пьем все время минералку, у нас ее всегда в достатке. Я храню ее за холодильником, у меня ее куча. То есть не бывает такого, чтобы у нас не было вот этого брикета с минералочкой. Примерно раз в два дня я покупаю блок. В общем, вот это яд. Это яд несу в хозяйственную часть, и там мы разжигаем, ну, короче, для мангала. Мы еще крышечки коллекционируем. Мне тут один товарищ рассказал, что их можно на мороженое поменять в Новосибирске. Короче, одни лайфхаки, друзья. Вот будете знать, часто в больших городах делаются такие акции. Собираешь крышки, 100 крышек, одно мороженое. Нет, ну это чисто для экологии. Это экологическая штука. Теперь мы выставили. Что мы делаем дальше? Мы открываем игольчатый. Вообще, многие ребята открывают его на полную. Но так делать, наверное, не совсем правильно. То есть открывают на полную и убавляют температуру. Кто-то вообще шарашит всегда на максималке, но здесь регулирует. В общем, так, давайте еще раз закрою. Что-то я прям сильно разогнался. Откроем сначала вот так, чтобы было понимание. Теперь ждем инерцию. У нас подача должна быть струйка, переходящая в каплю. Капля, переходящая в струйку и так далее. Ну, примерно что-то типа вот этого. Пока сейчас-то все дело продумал, работал, родилась мысль. Завтра, наверное, заеду в магазинчик и куплю трап. Начнем сауну с вами делать. Начнем ее с душевой кабины. Потому что душевая самая, то, чего не хватает вообще в бане сейчас точно. Вот, трап выставлю. Стоки все и бетоном залью, потому что у меня занесено несколько ведер в дом для заливки уже трапа. Поэтому, друзья, скоро у нас будет контент по сауне. Еще раз говорю об этом. Это, наверное, для моих постоянных зрителей, которые ждут от меня стройку. Все будет. Переходящая в каплю струя. Спиртуозность у нас чуть начала уменьшаться. Это мне не нравится. Я так не хочу. Поэтому чуть-чуть я прикрою. Придавлю. Что дает придавление? Там внутри корзинка. Понимаете? И вот этот тепломассообмен, который все равно происходит постоянно сейчас в колонне, он не дает возможности просто литься постоянно из корзины. Вот эта взаимозамена, она дает телу, то есть найти конкретно классное спиртуозное тело. Ну, если вы поняли, о чем я. Так, ну сейчас у меня 97. 97. И вот такая вот подача. В кубе 83.8, ну 84. А здесь мы должны дойти до 76.6. Ну, чаще всего, друзья, это самое оптимальное. О, даже упало. Короче, чтобы было всем хорошо, я давайте до 65 добавлю. И мы сейчас посмотрим, как это будет реакция. Сразу скажу, не парьтесь. Вот это все, что я вам сейчас показываю, что я бегаю тут как матрос по палубе, паруса поправляю. Этого не нужно делать. Просто я сейчас изучаю аппарат. И буквально это вот первая перегонка, когда ты аппарат не знаешь, она вот такая. Дальше уже все идет просто как на заводе. Но с этим интересно. И, кстати, когда я изучаю новый аппарат, мне вот это и особо нравится. Ну, ты как алхимик. Ты прям как химик. Ты изучаешь, поправляешь, смотришь, мониторишь, гипотезы выстраиваешь. Классная штука. Вот сейчас мне написали комментик. Я его проверил, посмотрел. Где-то люди правы, где-то прав я. Сейчас должна подниматься у нас температура в колонне. То есть, по-хорошему, в самом начале ролика я все рассказал. Зачем надо следить и что надо поправлять. Нет такого, что здесь постоянно сидишь, что-то мониторишь, что-то крутишь. Если для вас сейчас это является темным лесом, как говорится, если вы сейчас боитесь чего-то, не бойтесь. Ничего сложного нет вообще. Самое главное в любой методике, ну, любой самостройщик меня поддержит, это просто понять систему. Когда ты понимаешь, как это работает, у тебя пропадают все страхи и все боязни. И есть еще момент. Чем круче аппарат, тем проще с ним работать. Так, теперь пару слов о попугаях. Попугайчики бывают вот такие двух типов. Этот я взял с люксталем, а этот у меня остался от предыдущего аппарата. Почему сейчас я использую не люкстальный, а вон тот, объясню. Потому что просто банально я хочу увидеть выхлоп, как капли идут. То есть, как они переходят в струйку, капельки и все такое. На этом же аппарате получается система своеобразная. Тут то, что вытекает из попугая, сразу же опускается в банку. По логике, установив его сюда, я могу сейчас на самом первом этапе увидеть, как это все переходит в каплю. Ну, то есть, пока она начинает набираться банка. И уже отрегулировав всю систему, больше туда и не лезть. По сути, можно было и пользоваться им. Но вот этот попугай я оставил себе для первой перегонки теперь. Потому что там не важно, кто куда переходит по этому. Там важно только спиртуозность знать. Поэтому он будет у меня теперь вот на такой банке стоять. На первом перегоне. На втором я буду использовать старого попугая. Либо еще приобщусь вот к этому. Пока не знаю. Но в любом случае, оба у меня останутся. Я их никому не отдам. Это, в общем, я аккуратно переливаю сейчас в бадью. Это будем уже потом бадяжить. Разводить. Первая трешка. Все. Сейчас уже пошла в работу вторая. По времени получилось примерно где-то около двух часов набора. Итак, смотрите. У нас семь с половиной литров. Мы сейчас должны забрать тело. Потом начнутся хвосты. Как это понять? Здесь семьдесят шесть и один. Вот теперь. Если у нас хотя бы на ноль три поднимется. То семь шесть, например, и три. Семьдесят шесть и пять станет. Знайте. У вас пошли хвосты. Иными словами. Сейчас, когда мы доходим до того порога прогона, который рисует нам калькулятор. Становимся к нему максимально близки. Мы должны по царге уже делать ориентиры. Если подъем пошел, значит пошли хвосты. Все, значит тормозим, подставляем другую бадью и собираем хвосты, если они нам нужны. Я хвосты не собираю, я их выбрасываю. Мне они погоды не делают. Рошение по-прежнему классное. Кстати, сейчас разговаривал со своим товарищем, соседом и другом. Он мне посоветовал офигенную идею. Он говорит, вот такой же узел отбора примерно, он немного по-другому выглядит, стоит недорого. На трехдюймовую старгу ставится в самом низу, в самом основании. И когда мы заканчиваем уже все процедуры, примерно, вот мы сейчас дошли уже там до почти завершения прогона, мы его приоткрываем и все сформированные вот в этом кластере хвосты, которые сейчас пойдут у меня в царгу наверх отдаваться мне, они аккуратненько уходят через узел отбора просто в свое ведро. Денис говорит, что там мутные, некрасивые, воняют отвратно. То есть, вот это все плохое и отвратительное мы можем легко собрать, не пропуская это через всю царгу. Вот и все. То есть, мы можем вообще забрать тело максимально чистое и максимально до самого конца. А следующее включение будет, наверное, уже при отключении системы, потому что, ну, что здесь еще рассказать вам? Ну, я, мне кажется, досконально рассказал. Друзья, давайте сразу вопросики, если есть, и советики. Это тоже очень полезно, потому что я все слушаю, к этому реально отношусь не как к алкомаркету, я к этому отношусь как к творчеству. Это моя вот, ну, моя развлекушечка, если хотите знать. То есть, я не сижу, не устал, видите, у меня энергия прет, мне нравится, что я делаю. Ни в коем случае я это не продаю. Даже не пишите мне купить, потому что я не занимаюсь продажами, это незаконно и неправильно, честно скажу, не продаю. Дарить могу, дарить могу, если вдруг какие-нибудь розыгрыши, вот это предлагайте, если есть идеи, я могу разыграть там, но продавать, нет, не моя тема, сразу, не пишите. Я это делаю для души. Я делаю для души, у меня большое овощехранилище, в котором я сейчас эти баночки просто закрою, и у меня будут храниться до лучших времен или не лучших времен. Помните ситуацию с моим папой? Очень сильно выручило, когда у меня просто 40 литров этого мероприятия было. Все поминки 9 дней, 40 дней мы отвели благодаря моему погребку. Все, братцы, скоро связь, как только что-то изменится, покажу. По-прежнему 7,6,1. Ну вот эта красота мне прям нравится. Даже есть мысль теперь приобрести еще одну стеклянную царгу, чтобы вообще визуализировать все. Самогонщики, которые прям делают это все красиво и грамотно, они делают, подключают подсветки светодиодные, у них все это светится, все это... Ну и это, конечно, это уже лишнее. 96,6 у нас получилось, уже здесь 6 литров, сейчас идет 7 литр. Мой косяк вот в чем. Во-первых, спирт-сырец я сюда же и собирал, это во-первых. Во-вторых, наверное, чуть-чуть хапнул голову, потому что первая трешка, которую я сливал в систему, ну, сюда в бочку, она пахла не очень хорошо. А остальные, вот, например, то, что получается сейчас, это чистый спирт со спиртуозностью 97. Уже процесс-то почти завершен. Сейчас идет 7 литр. 7 литр из 37. У меня начала расти температура, и запах, и запах уже хвостиков пошел. Все, отрубаемся. Вот, 1 градус мне уже достаточно, чтобы понимание было, что все, Денис, остановись. Взял я 8 литров 96,6. Так, что мы делаем? Мы вырубаемся вот здесь. Все, на ноль. Так, все, систему установили. Так, далее, далее, далее. Можно выключать воду. Отключать шланг. Много от кого слышал, что нужно мыть колонну. Но вопрос, если я не отбираю хвосты, надо ли ее мыть? Потому что она же орошена чистым спиртом 96%. Как таковых страшных запахов в ней нет. Хотя, знаете, наверное, давайте так сделаем. Я сейчас ее просто кипяточком пробью и просушу. Чтобы не хейтеры не писали плохие сообщения. Кстати, знаете, что скажу? Запах все-таки имеется. Какой-то он такой своеобразный, не спиртовый, немножко он невкусный. Поэтому правильно, лучше ее немножко промыть. Еще один момент. Многие советуют ставить аппарат поближе к раковине, чтобы в случае, когда вы закончите мероприятие, не бегать с ведрами, не таскать это по дому, а просто взять и слить в раковину. Есть ребята, которые набирают это в ведро, особенно на квартирных домах, и сливают это прямо в унитаз. И очень у многих сантехника лопает. Вот это, будьте внимательны, 100 градусов все-таки кипяток. Поэтому лучше либо дать отстояться, либо вынести на улицу в ведре. В многоквартирном доме, когда ты живешь на 10 этаже, конечно же, это, наверное, неудобно. Но в своем доме проблем никаких нет. Я буду выносить. Теперь я разбавляю. Значит, замер контрольный. И получилось у нас девяносто... Раз, два, три. Девяносто семь. Начальная крепость девяносто семь. Конечная крепость сорок... Давай сорок один. Желаемый объем, например, двадцать литров. Смотрим. Объем воды для разбавления двенадцать литров. Вам видно, нет? Пробуем. Почему я вас хочу сейчас, кстати, показать, как это разбавляется? Потому что мы сейчас будем женить воду со спиртом. Это тоже прикольно. По поводу воды, что хочу сказать. У меня стоит система в подвале, которая делает воду мягкой. У меня из воды убираются все металлы, все минералы и так далее. Вода у нас максимально мягкая, приятная, классная вода. Поэтому мне не приходится покупать, ехать там какую-то артезианскую и так далее. Вот почему с водой все хорошо. Вода это важно. Вода это важно. Теперь двенадцать ковшечков заливаем. Литровых. Помните, как самогон в деревнях выглядит? Делаю, кстати, комнатную температуру, чтобы потом погрешности не было на замере. Делаю, как самогон в деревне. Ставим. Больше разбавлять не буду. И в итоге, друзья, вы понимаете, да? Сейчас это поженится, уйдет муть, станет все прозрачное, красивое, аккуратное. Вот за наше мероприятие сегодняшнее у нас получилось 20 литров готового продукта из двух фляг браги. Но здесь с сахаром непонятно. По сахару я буду вопрос решать. Мне кажется, сахар какую-то шляпу привезли к нам. Ну, реально. Вы помните, да, брагу ставили? Он какой-то весь коричневый, какой-то невзрачный, непонятный. Сахаристость не та. Но мне он сразу не понравился. Думаю, в нем есть дело. И, конечно же, мы с вами еще попробуем зерновую. Но попозже. Но зерновая будет попозже. Да. Так, ну, а я на этом с вами прощаюсь. Все получилось. Все получилось классно, как минимум. Аппарат я понял. С аппаратом я почти разобрался. Небольшие нюансики есть. Но мне кажется, мы просто пока знакомились. Будут еще видосы. Поэтому подписывайтесь, кто не подписан. Друзья, все получилось. До скорых встреч. Увидимся через неделю. Все. Пока. Пока.